Субтитры сделал DimaTorzok Ну а я напоминаю, что подходим к новому месяцу получается с новыми союзниками месяца, которые никогда не бросают в трудную минуту, с новыми рыцарями месяца и леди, которые верно служат на благо процветания нашей империи. Ну и новыми, ну и также старыми королями года этого канала. Спасибо вам, ребятки, огромное за то, что поддерживаете меня материально. Это всегда невероятно круто. Всем здравствуйте, ребятки, с вами Роджан, и сегодня мы будем проверять скорость Прокопа Рва. Узнаем, разная ли скорость вообще Прокопа Рва или одинаковая в Струнгхолде. Существуют абсолютно различные типы мифов относительно Прокопа Рва. Например, Инженер копает быстрее всех. А возможно и Копейщик, хоть и является бесполезным, но копает быстрее всех. Чё-то там Пикинёр очень классный юнит в Прокопке Рва. Но из-за того, что Пикинёр реально танковый юнит, людям, возможно, начинает казаться, что Пикинёр реально копает Ров быстрее. Это мы сейчас и будем проверять. Начнём мы, пожалуй, с анимации Рва. Всего у нас имеется 6 копающих Ров юнитов. Это рабы, копейщики, пикинёры, пехотинцы, лучники и инженеры. Каждого из них, если через Alt-H, например, посылать вот так вот, как я сейчас это делаю, копать Ров, ну, в принципе, это не имеет смысла, потому что в конце концов, ну вот Копейщик, например, вообще остановился вместе с Инженером, они просто не смогут вам продемонстрировать действительно всю свою скорость Прокопа Рва. А некоторые вообще будут исчезать, как, например, исчез лучник. Поэтому давайте попробуем хотя бы увидеть скорость, ну, даже не так, не скорость, анимацию Прокопа Рва. В плане того, что мы пока не будем сравнивать анимацию, но мы посмотрим на то, за сколько ходов прокапывается Ров. Например, раб. Он прокапывает Ров за, как вы увидите, 4 хода. Давайте дальше проверим лучника. Как оказывается, лучник тоже копает за 4 хода. То есть, я так полагаю, что все войска копают за 4 хода. Копейщик. Копейщик вроде как тоже копает за 4 хода. Хорошо, давайте Пикинера. Пикинер тоже за 4 хода получается. Пехотинец. Пехотинец у нас тоже за 4 хода. Ну и, значит, Инженер тоже за 4 хода, но мы все равно на всякий случай проверим, мало ли Инженер за 3 хода. А вот нет, Инженер тоже за 4 хода. Итого, мы можем сделать лишь несколько тестов. Первый, это прямая проверка анимации прокопа Рва. Второе, скорость прокопа Рва, как вы понимаете, еще зависит и от ходьбы. То есть, вполне возможно, что в Стронге анимацию ходьбы приравняли к скорости прокопа Рва. Ну и третий, это прокоп траншей. Так же самое с переходами, проходами и тому подобным. Давайте изначально напрямую сравним анимации прокопа Рва. Вот такая конструкция была выстроена для сравнения анимаций прокопа Рва. На Альт-Аш я все войска заставляю копать Ров так, чтобы они стояли в одной клетке и этот самый Ров копали. И на скорости 20 проверяю, как же быстро копаются Рвы. Насколько вы видите, анимации Роба и Копейщика реально быстрее, чем у всех остальных. После этого заканчивают копать Ров Пикинер, и только после этого заканчивают копать Ров Инженер, Пехотинец и Лучник вместе взятые. Конечно, вы можете это еще раз увидеть на замедленном повторе, я вам это все продемонстрирую. То есть, мы уже разрушили миф о том, что войска копают Ров абсолютно одинаково. Тем самым, я могу сказать, что миф подтвержден. Реально, скорость разная. Но, нам же теперь интересно понять, а кто, как, что и зачем? Ну, давайте проверим, потому что с анимацией-то все понятно. Скорость прокопа траншеи, ребятки. Итак, начинаем. Скорость прокопа траншеи у нас так же само начинается с одинаковых абсолютно позиций. И вы видите, что я немножечко пикинера тут очень криво поставил, и я доставил его так, чтобы они, никто из воинов в стартовой позиции не перебегал. Но теперь эта траншея будет прорываться всеми юнитами одновременно. Тем самым, возможно, тут, конечно, есть всякие разные алгоритмические подвохи. Ну, что, например, какой-то юнит там будет чуть дольше отходить, какой-то юнит чуть будет меньше отходить. Но вот в этом весь исок. То есть, вполне возможно, что алгоритмы как-то сравнивают этих самых юнитов, и они копают ров одинаково. Но оказалось, что нет. В конце концов, раб с копейщиком заканчивают копать ров раньше. Ну, точнее, раб заканчивает раньше всех копать ров. И с огромной вероятностью это происходит из-за того, что раб бегает, а копейщик ходит, когда копает ров. И это дает преимущество, соответственно, рабу. То есть, раб получается пока что копает ров быстрее всех. Затем идет у нас копейщик. Затем, что-то очень похожее на, скорее всего, пикинера. То есть, пикинер копает ров быстрее даже, чем лучник, пехотинец и инженер. Нихрена себе! Ну, а в конце концов, выявить лидера мне так и не удалось, потому что лучник, инженер и пехотинец одинаково закончили копать ров. Хорошо, но это ведь траншея. Давайте тогда попробуем, как я и говорил с третьим тестом, траншею с проходом. Траншея с проходом выглядит таким вот образом. Все войска стартуют с одной позиции. Я даже больше скажу. Все войска будут копать из одной клетки. То есть, если я где-то промахиваюсь, например, копейщиком. Вы видите, что я специально делаю таким образом, чтобы копейщик копал именно с той клетки, с которой копают все. И начинаем наши тесты. Очень долго мне пришлось тестировать. Войска любят исчезать, все такое. Но, как вы увидите, в конце концов, раб и копейщик реально копают ров намного быстрее. Из-за анимации. Из-за того, что у них самая быстрая скорость передвижения. Ну и в конце концов окажется, что раб чуть-чуть быстрее копает ров, чем копейщик. То есть, даже так арабский юнит болезнее, чем, блин, европейское вот это вот говно. Ну ладно, это уже не страшно, не важно и тому подобное. Лучник выкапывает ров тоже достаточно быстро относительно других. И дальше уже там были, по-моему, инженеры, пехотинец и пикинер. Но вы увидите это точно на ролике, я вам все это покажу. То есть, кто будет быстрее, я вам прям отмечу. Ну и, наверное, стоит сделать тогда последний тест. Быть может, вы думаете, что прокоп рван... Мы же закапываем ров, а сам прокоп рва-то должен быть у кого-то быстрее. Ну вот теперь я вам показываю, что мы будем делать. Начну, пожалуй, с инженера. Построен был вот такой вот интересненький псевдозамок. И мы инженером, ну и вообще всеми юнитами будем начинать с центра. Вы видите, специально там такая центральная позиция у всех юнитов одинаковая. И мы будем копать ров из угла. И, естественно, будем ровнять всех вот этих вот юнитов по скорости прокопки. Не по месяцам, а именно по секундам, потому что я начну с того момента, как только я нажал на кнопочку прокопки рва. Тем самым все юниты будут приравнены, потому что прокоп рва идет на скорости 150. Это немножечко взломанный экзешник от стандартной ванильной версии стронга. То есть ничего не поменялось, кроме этой самой скорости. Тем самым вы сейчас будете видеть, что вообще происходит. Замок-то, в принципе, конечно же, обкапывают обычно несколько юнитов. Поэтому одного юнита сравнивать в лоб, ну такое себе. Но при этом, если мы сравним одного юнита в лоб, у нас получится реально какой-то результат. А дальше уже там, ну, вот эти вот количество юнитов, оно, конечно же, решает. Но мы сможем сказать уже кое-что поточнее. Конечно, не вот этот вот странный обход инженера всего замка. Это вообще трындец. Я вам скажу по секрету, у всех, у всех вообще юнитов был этот самый обход. Поэтому все в порядке, все хорошо. Ну и результаты перед вами на экране. То есть вот такие вот получились результаты. Вот так примерно копаются рвы. Ну а я от себя могу сказать, что если вы реально хотите прокопать рв, то самый лучший юнит для прокопа рва это или раб, или копейщик. Самый лучший юнит для закопки рва. Если вы зачистили все стены, и, конечно же, у вас нет нихрена, то, конечно же, подводите или рабов, или копейщиков. Если у вас не зачищены стены, то лучше подведите вы какого-нибудь пехотинца или пикинера. Потому что лучник и инженер в этом случае полнейшие куски дерьма. Ну а миф о разной скорости прокопа рва полностью подтвержден. Действительно, скорость прокопа рва у разных юнитов разная. И эта совокупность у нас зависит от анимации прокопа рва. В этом у нас первое место заняли копейщик, раб, дальше пикинер, и третье место заняли лучник, инженер, пехотинец. Ну а еще зависит от скорости проходов этих самых юнитов. Лучник замедляется до пешего хода, как, в принципе, инженер, как, в принципе, пикинер, как, в принципе, пехотинец. И в некоторых моментах лучник и пикинер между собой каким-то образом делят эти самые места. Но там еще и пехотинец может между ними вклиниться, так и инженер может между ними вклиниться. Но жестким танковым юнитом является именно пикинер. Но пехотинец тоже, если имеются определенные вариативности. Но не советую вам использовать пехотинца, потому что пикинер может втерпеть охренительно большое количество волчьих ям, в отличие от пехотинца. А если копать ров под волчьи ямы, вы знаете, что произойдет. Спасибо огромное за просмотр, с вами был Роджан, не ленись и подпишись на канал, надеюсь, что вам понравилось. Еще примерно пятерка мифов ждут вас. Если вы знаете что-то интересненькое, предлагайте в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами, пока-пока, ребятки, концертик начинается. Субтитры сделал DimaTorzok